Доброе утро, ребят! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик. Меня зовут Ирина, и большое спасибо, что вы заглянули ко мне на канал. И как вы поняли из названия видео, сегодня у меня будет тест-драйв. Я буду первый раз пробовать масочку от бренда Чоконат. Это противовоспалительная маска для жирной и проблемной кожи. У меня кожа не жирная, но она проблемная, поэтому буду сегодня ее пробовать вместе с вами. Давайте посмотрим, что эта маска обещает. Данная маска снимает отечность, дезинфицирует кожу, способствует прекращению гнойно-воспалительных явлений, рассасывает свежие рубцы от глубоких гнойников, выравнивает кожу, нормализует работу сальных желез и потовых желез, нормализует углеводный обмен клетчатки. В клетках стимулирует активность и регенерацию в тканях. Многообещающе, правда? Давайте посмотрим, как она выглядит внутри. Смотрите, маска идет запломбированная, то есть как бы прописан срок годности, она идет в пластике. Вполне очень даже такая удобная у нее упаковочка. Сама маска выглядит вот таким вот образом. Это что-то напоминает мне муку с глиной и с явным ароматом травок. Также маска, смотрите, упакована была, точнее сверху была такая бумажечка, но она, к сожалению, открылась. Но так как это сухой продукт, я отнесусь к этому с определенной лояльностью. Главное, что он герметично закрывается. Давайте посмотрим, давайте вместе ее разведем и посмотрим, как она будет выглядеть на лице. Смотрите, способ применения это просто маску развести теплой, кипяченой водой до состояния густой сметаны, нанести кисточкой на кожу лица. Пропорции не написано, написано исключать область вокруг глаз и губ и через 15 минут маску смыть. Давайте попробуем ее вместе развести и вместе нанести. Так, тут, наверное, очень много воды. Сейчас чуть-чуть переверну. Так, беру, наверное, вот столечко, пол чайной ложечки. Больше мне не надо. Вот столечко возьму. И попробую развести как глину один к одному. Наверное, сейчас... Да. Вот это вот количество, попытаюсь... Ой. На лицо. Наверное, даже еще немножечко воды надо будет налить. Капелюшечку совсем. Или так оставлю? Ладно, оставлю так. Пойдемте теперь ее наносить на лицо. Посмотрим, как это все будет выглядеть на лице. Аромат у нее травянистый. И она вот напоминает мне глину с травушками. Видите? Сейчас ложку уберу. Глина с травушками. Ну все. Итак, ну что, давайте попробуем ее нанести, эту масочку, на волосы. Пока у меня на голове действует, на волосах действует одна масочка. Мы убьем сразу двух зайцев. И я сделаю вот эту масочку от Чоколате на лицо противовоспалительную. Мне она сейчас как никогда кстати. У меня, как вы видите, местами есть воспалительные очаги. Нос красный, так что мне она полезна. Беру обычную кисточку для нанесения тона. Мне ей удобнее всего наносить подобного рода масочки. И поехали те ее наносить. Пахнет она травушками. И это очень, кстати, приятно. Травушки не отталкивающие. Не знаю, что тут именно. Какая масочка пахнет рамушками. И, кстати, я могу сказать, приятно пахнет травками. Того количества, то что я развела, надеюсь, то что мне хватит на лицо. Нанести. Захвачу вот тут, у меня еще есть под скулой. Некоторые воспалительные элементы какие-то. Так что сейчас все это быстренько подлечим данной масочкой. Я на эту маску возлагаю какие-то нереальные надежды. Потому что, во-первых, а это натуральный состав, б тут в основном только травки. И я вообще к травкам отношусь так, что они должны творить какие-то невероятные чудеса. И я надеюсь, что эта маска будет моим спасением. И все мои воспалительные элементы, они убегут. Они убегут, и их больше не будет. Смотрите, как это все выглядит. По ощущениям, как будто наносишь глиняную маску. С краплениями травок. Так, у меня вот этот еще. Очень легко распределяется. Прям очень легко. Не течет. Хотя я ее сделала, как вы видели, очень жиденькой. Ровно хватило. Вот ни больше, ни меньше того размера, того объема, что я взяла. Ровненько хватило. Вот видели? Полностью все вымазала. Так что сейчас нужно будет подождать 15-20 минут. Ее смыть и посмотрим, как она будет. Но в нос ничего не бьет. Она очень приятненько, так могу сказать, пахнет. Легко наносится. Не течет. Посмотрим, как сейчас будет. Вести себя дальше. Давайте подождем немного времени. И потом я вам покажусь, как она высохнет. Что с этого получится. Ребят, прошло 20 минут. И маска полностью высохла. И превратилась в такую, знаете, маску. Как будто я нанесла глину. Очень сложно разговаривать. Сейчас я буду смывать. Но у меня такое ощущение, как будто там что-то бегает, циркулирует. Знаете, такое необычное ощущение. И это ощущение было на протяжении 20 минут, пока я держала данную масочку. Ну что, пойдемте. Пошла я ее смывать. Так. Ну что. Маску смыла с лица. И могу сказать, у меня такое ощущение, что у меня кожа начала дышать. Вот правда, у меня появилась краснота. Вот этот приток крови, да. Я, кстати, смыла еще маску с полос. Мне нравится. Сейчас могу сказать то, что вот ощущение именно вот как после глиняной маски, вот это вот, когда кожа дышит, мне нравится. Но смотрю на свою кожу и понимаю то, что ее нужно увлажнить. Сейчас очень-очень хорошо после вот этой вот масочки противовоспалительной, после вот этой вот масочки от бренда Чоконат, нужно хорошенько увлажнить кожу, потому что чувствую, что она подсушивает. Ну и написано то, что она подходит для жирной и проблемной кожи. У меня кожа сейчас, она обезвоженная, поэтому я чувствую, как у меня сейчас прям всю кожу так немножечко стягивает. То есть как после глиняной маски. Поэтому как-то вот так вот. Но по ощущениям, по носке, вот именно как она наносится, и вот эти вот, знаете, как таракашечки бегают по лицу, мне понравилось, как она поработала. Сейчас, конечно, посмотрим, как будет дальше у меня развиваться событие с данной маской, как у меня будут уходить воспаления все какие-то, и вот по стакне, потому что вот эта вот масочка, она заявлена на то, что она снимает отечность, дезинфицирует и способствует прекращению гнойно-воспалительных явлений, рассасывает свежие и от глубоких гнойников ранки рубцы. Поэтому я на нее возлагаю большие надежды. И напишите в комментариях, есть ли у вас какие-то любимые маски, которые действительно работают и убирают всю вот эту вот гадость лица. Дайте знать в комментариях. Если вам нравится такого рода видео с моей ванной, вот такие вот натуральные и просто практически ловстори, дайте знать тоже, поддержите меня пальчиком вверх, не забывайте, конечно же, подписаться на мой инстаграм, мискик9970. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. А, конечно же, более подробно об этой маске, понравилась она мне или нет, в дальнейшем рабочая она или нет, вы узнаете в следующих видео, их не забывайте в следующих видео. Не забывайте, конечно, подписаться на меня, чтобы не пропустить эти видео. Я вас всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Ну что, я пошла делать разные дела, увлажнять кожу. И мы увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok